Инициатива, которую придумала Госдума по поводу векселя миграционного, она очень интересная, ее можно долго обсуждать. Вот с одной стороны, поставьте себя на место человека, который въезжает в другую страну. Вот вы поехали в Германию, вам говорят, купите, там 30 тысяч заплатите, да, там, или 1000 евро за миграционный вексель на случай, если мы захотим вас депортировать, чтобы мы за ваши деньги это сделали. Но явное какое-то нарушение прав, да, вам это не понравится. И выглядит, конечно, это не очень красиво по отношению к людям, которые будут езжать. Но дело в том, что хотят это сделать именно для трудовых мигрантов, да, то есть у них немножко другая не туристическая цель, а все-таки цель заработать. И вот чтобы они здесь работали, а не бузили там, не приставали к нашим девушкам, не занимались там ничем другим, а вот именно работали. Возможно, такую функцию стоит ввести, но тогда, скорее, вот какую-то страховку можно было бы придумать со стороны работодателей, то есть тех, кто, значит, их сюда приглашает на работу, чтобы они гасили вот эти вот деньги и несли эту ответственность. С другой стороны, очень важно другое, скорее, вот мне больше нравится другая инициатива рамадановского, это брать отпечатки пальцев, там, сетчатки глаза и все такое на въезде в нашу страну. Как это в Англии делается? Вот каждый человек, который в Англию въезжает, я вот лично ездил, сетчатку глаза сдавал. Вот точно так же и здесь надо делать. Вот когда будет такая общая база данных, то мы легко можем отсекать тех людей, которых мы уже депортировали или те, которые совершили какие-либо правонарушения на территории нашей страны. Он сдал отпечатки, он здесь что-то, ну, пьяным где-то попался, все, его уже сюда просто не пускают. Для них это будет большой стимул, так сказать, не ездить. Мы их должны отсекать на въезде, а не то, чтобы заниматься депортированием с помощью каких-то векселей. Это более сложная схема, можно, мне кажется, идти по более простым путем.